Сегодня всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. Опустынивание – это один из наиболее тревожных мировых процессов деградации окружающей среды. В Казахстане земли, подверженные опустыниванию, к сегодняшнему дню увеличились на 10-12%. Проблемные зоны – это Прибалхашья, Аральский регион. Нашими учеными выработаны конкретные действия, связанные с предотвращением и уменьшением отрицательного процесса опустынивания. В этот день 1982 года поднялся в воздух опытный образец армейского боевого вертолета К-50, прозванного «Черной акулой». Это был первый вертолет в мире, оснащенный катапультируемым сидением. Боевая машина обладает уникальными летными характеристиками, мощным вооружением и высокоточной системой наведения. Вертолет способен выполнять широкий круг задач, в том числе в первую очередь по огневой поддержке войск на поле боя. В этот день 2010 года в Петропавловске состоялась областная выставка продажа идей и товаров «Окрыленная женщина». На ней продемонстрированы товары и услуги 30 предприятий, которыми руководят женщины в различных сферах экономики. Цель данной выставки – показать деловые личные качества казахстанских женщин, которые умеют не только сохранять тепло и уют в доме, растить детей, но и активно участвовать в политической, социально-экономической жизни. В этот день 1998 года в Южно-Казахстанской области перед зданием областной филармонии состоялось торжественное открытие памятника легендарному казахскому композитору Шамше Колдаякову. Шамше – король казахского вальса, написал песню «Мой Казахстан», которая впоследствии и стала современным гимном Казахстана. Ежегодно проводится республиканский конкурс-фестиваль, который теперь стал международным фестивалем песен имени Шамше Колдаякова. В этот день 1937 года в Кембридже ученый-оптик Эдвин Лэнд основал компанию Polaroid Corporation, которая стала производить оптическую технику. В 1946 году Лэнд занялся разработкой фотоаппарата, в котором были бы объединены процессы фотосъемки и обработки снимков. Уже в 1947 году изобретатель продемонстрировал фотоаппарат, в котором весь процесс создания фотографий занимал 60 секунд. Редактор субтитров А.Семкин